снят барабан от стиральной машинки indesit. горизонтальная проблема. скрыть его возможно только распилил. ножовка нужна хорошая. она может быть старая из гаража припасовочная с мелким разводом. или новые ножовки с небольшими зубьями и не сильным разводом. для того чтобы когда мы пилили здесь щель оказалась не такой большой. необходимо просто устанавливать и пилить. пилим последовательно или пропиливаем верхнюю часть потом глубже и глубже и глубже. просто потихонечку вставляем и все то что попадается на пути распиливаем. в том числе и вот этот ограничитель в том числе и вот следующий это будет такая клипса здесь фиксируются когда она на клей садится не расходилась. там фиксатор стоит и потихонечку вставляем в паз. в принципе это происходит последовательно по всему кругу единственное что необходимо поснимать в том числе и нужно будет снять нагреватель тэн. когда мы будем здесь пропиливать из неровности важно не зацепить тэн. поэтому тэн тоже нужно будет снять когда до него дойдем. и дальше покажу что важно еще прежде чем распилить его полностью необходимо сделать несколько контрольных отверстий для того чтобы потом хотя бы 3-4 штуки контрольных отверстий под винты для фиксации точного положения это я потом покажу как это делается. а сейчас можно будет увидеть как я его пилю потихонечку. это не сложная задача однако ответственный момент вот 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 топ-1 вот так вот 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 т.п.-с. вот здесь вот есть величина борта под бортом дальше просто идет толщина этой стенки ну условно 3-4 миллиметра ниже не нужно ниже уже дальше идет барабан его даже видно сейчас в том месте где я пропилил наверное вам не видно но я его уже там вижу и потихонечку по всему кругу пропиливаем делаем несколько контрольных отверстий это очень важно выравниваем так чтобы или делаем их еще тогда когда мы не начали пилить или если она уже начинает сдвигаться то выравниваем просверливаем сложно получается просверлить контрольное отверстие не не достает дрель таком случае делаем в таком месте где она будет точно доставать таких расширениях здесь мы можем сделать контрольное отверстие контрольное отверстие сделали все стоит ровно одно можно сделать еще одно здесь в чем суть в таком случае она никуда не сдвинется в сторону но проблема какого характера сейчас стоит в том что обыкновенным сверлом я не смогу здесь сделать ровное отверстие под углом стоит необходимо длинное сверло для этого необходимо удлинить это или купить вообще очень длинное такое вряд ли я смогу найти придется удлинить сверло это не проблема в принципе сейчас выставляем ровно и сверлим еще здесь отверстие тоже с обратной стороны есть куда вставить болт собственно три контрольных отверстия было сделано можно уже дальше раскрывать до конца распиливаем и смотрим что у нас в середине как еще раз сниму видео по поводу контрольных отверстий отверстия контрольные очень важные потому что когда мы открываем здесь все заподлицо должно вставляться но когда мы вскроем поставить точно на то самое место будет уже сложно поэтому сразу насверливаем немного отверстий а ну вот контрольные отверстия и фиксируем их и собственно здесь их нужно винты будет вставить и прежде чем полностью мы открываем нужно везде полностью насверлить через каждые три сантиметра кто как сверлить через каждые пять сантиметров почему потому что сейчас нам никто этого не мешает делать потом уже начнет сдвигаться в сторону и пока она закреплена мы это сделаем точно как только уже не будет закреплена мы тоже можем это сделать будет нет нет не точно на месте хотя это не так важно там миллиметр в сторону но однако лучше сделать как лучше пинное сверло подготовлено здесь никак по-другому только длинным сверлом потому что упирается здесь в стенку и начиная с какого-то уровня я уже говорил что полностью еще не пропилена потому что иначе она будет сдвигаться поставлены контрольные отверстие от контрольное отверстие и закреплена чтобы она никуда не уходила и шаг за шагом сантиметра три-четыре насверливаем друг от друга насверливаем как я уже говорил зафиксирован в определенном положении контрольными контрольными винтами сам бак и контрольные винты отдельно стоят теперь насверливаем шаг за шагом сантиметра четыре как я уже говорил длина сверла должна быть большой иначе приходится сверлить под углом а нужно ну и так по по всей окружности необходимо через сантиметра четыре пять насверливать отверстие разрезал полностью бак отверстие насверлил где мог разве разве бак скрываем теперь после вскрытия нужно посмотреть нужно во вытащить полностью нужно может быть оставить в нормальном состоянии значит что нужно необходимо снять барабан для поэтому с обратной стороны снимаем это колесо снимаем шкив с помощью специального шестигранника звездочки и выпрессовываем вал вместе с барабаном наружу посмотрим в каком состоянии но потому что барабан терпается но одновременно колесо шкив не телепается просто вращается но не у него нет осевого объединения это значит что в принципе проблема объединения не в подшипники подшипники подшипник скорее всего в хорошем состоянии само крепление барабана барабан оторвался от валов и уже на самом валу терпается все это будет видно когда открутим этот болт снимем шкив и выпрессуем вал вместе с барабаном наружу после снятия шкива шкив снялся достаточно легко но и барабан сразу вышел из подшипников в принципе вручную не надо было вниз не нужно было даже выбивать но суть в чем что барабан телепался не на подшипниках таким образом отгнили значит алюминиевая крестовина наверное это называется алюминиевая крестовина она крепится к нержавеющему баку здесь на винтах три крепления в двух местах она уже оторвалась причем отрыв был не механический окислилась видимо из-за воды но так или иначе теперь необходимо найти или весь барабан или эту крестовину и замена вместе с сальником сальником менять обязательно подшипники подшипники в хорошем состоянии поэтому ну первое предположение было подшипники теперь точно известно что речь идет не подшипниках винты не откручиваются пробовал это сделать но насмерть стоят закислили здесь в алюминий скорее всего придется обрезать пока смочил водой ну вот такая ситуация теперь ищем запчасть крестовину в таком состоянии была крестовина старая было сложно ее открутить потому что оказались болты не нержавеющие и они там закисли пришлось высверлить по ходу болта сделать отверстие дрелью но и тогда они потихонечку отпустились и можно я смог их открутить была заказана новая другая крестовина был но ориентировочно ну наверно 15 долларов стоимость крестовины были посажены на нержавеющие болты крестовина уже установлена подготовлено место под установку пометно подшипники оказались в отличном состоянии вскрыл посмотрел заводская смазка все отлично заменен только сальник это обязательно нужно делать новая смазка специальная для стиральных машин и теперь уже можно установить на место барабан сам барабан металлический можно установить на место и готовится к тому чтобы уже проклеивать по всему периметру вторую часть корпуса здесь стоит сам принцип что подготовка к установке барабана завершена ставим на место хорошо подготовить необходимо поверхности подшипников поверхность самого вала и устанавливаем на место этой модели индезита значит вал короткий длина его 65 миллиметров общая длина посадочные места 30 25 20 30 под сальник 25 и 20 под подшипники сальник стоит 52 наружный 30 внутренний и 7 миллиметров его ширина час после того как везде по всей длине были посверлены на отверстия обращаю внимание вот здесь на расширение но что с двух сторон здесь более узкая часть нужно немножко может быть чаще поставить в некоторых неудобных местах насквозь здесь с той стороны не очень удобно но так или иначе под резинкой тоже не удобно но везде по всей длине должны на определенном расстоянии хотя бы три минимум пять шесть сантиметров стоять неудобное место но однако все равно нужно просверлить и просверлить отверстие отверстие все просверлены можно снимать две половинки и подготавливать к тому чтобы засиликонить все части причем необходимо это сделать тщательно поэтому нужно обезжирить всю поверхность и на этой части барабана и на этой части барабана подготовить поверхность обезжирить для того чтобы потом положить силиконом и закрутить видим что отверстие по всей длине и уже закрутить винтами винты я буду использовать с пластиковым гровером он зафиксирует и не будет отпускаться теперь уже сейчас буду промазывать силиконом силиконом промазываем обыкновенным способом с помощью пистолета и силикона силикон специальный аквариумный почему аквариумный он бактерицидный на нем меньше заводится плесень это важно для аквариума где всегда вода по характеристикам написано до плюс 180 градусов здесь больше 90 градусов никогда не будет поэтому значит когда речь идет о обработке вот этой части как я уже говорил здесь нужно обработать эту сторону и эту сторону есть специальная полость полость для датчика уровня нужно и эту сторону обработать и сюда завернуть здесь тоже обработать таким образом промазывается весь затем можно немножко аккуратно пальцем размазать для того чтобы стало легло равномерно все длины и как вы помните есть центровочные отверстия вставляю сюда центровочные болты в трех местах здесь 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 но в принципе они могут быть в разных местах уже зацентровал теперь потихонечку вставляю все болты и потихоньку закручиваю без фанатизма нельзя одну сторону за закрутить потом вторую необходимо по периметру потихонечку сначала немного затянуть все болты потом сильнее потом сильнее и уже остановиться для того чтобы не было перекоса в промазывание именно силиконом чтобы его не выдалило поэтому потихонечку про спешить уже некуда обе стороны накрыты силикон быстро не высохнет время есть потихонечку вставляем у кого винты у кого болты меня винты на 4 вставляем и с другой стороны наживляем и закручиваем вот так густота получилась по всему кругу установлены уже винты закручены теперь ожидаем высыхания высыхания в течение 24 часов написано поэтому ждем высыхания и будем пробовать герметично ли все получилось ну скорее всего герметично силикон прихватиться хорошо и теперь этот барабан стоит в корпусе который разбирается его можно снова разобрать поставить снова на винты в случае замены подшипников сальника или какой-то другой проблемы теперь этот уже барабан или корпус барабана уже разборной устанавливаем и будем пробовать в рабочем состоянии